Регулярные встречи с должниками уже дали положительные результаты. Работа комиссии признана эффективной, налоговая задолженность уменьшается. Мы все-таки собираемся здесь в большей степени не для того, чтобы устраивать прессинг, загонять кого-то в угол, а в большей степени для того, чтобы помочь и совместно найти пути выхода из той именно сложившейся ситуации и получить все-таки платеж в бюджет района, области, Российской Федерации. В течение года состоялось 8 совещаний по вопросу погашения задолженности. 109 неплательщиков, это юридические и физические лица, были вызваны на ковер. 29 из них полностью погасили свои долги. В результате проведенных заседаний комиссии задолженность во всех уровнях бюджетной системы снизилась на 346,1 миллиона рублей, или чуть более трети от общей суммы 36,9%. По итогам работы, проведенной в 2015 году совместно с ФНС и службой судебных приставов, задолженность уменьшилась более чем на 2 миллиарда рублей. Андрей Иванов отметил, что на 2016 год необходимо утвердить новую дорожную карту, исключив из нее все неэффективные мероприятия. Учитывая, что следующий год будет еще сложнее с точки зрения экономики, чем этот, и, безусловно, мы уже видим и по земельно-имущественному блоку, и по строительному блоку о том, что ситуация в компании ухудшается. Бюджет подтвержден очень-очень действительно напряженный, он весь социально ориентированный, поэтому любой недосбор в этот бюджет мы можем проводить какие-то социальные программы, что делать нельзя. В целом работы комиссии остались довольны и в налоговой инспекции. Вы рассматриваете вопрос в целом в комплексе, помогаете решать предприятиям необходимые те проблемы, которые возникают. Это, наверное, вот в этом, в этой жизни, наверное, на этом этапе, оно очень, мне кажется, благостно должно сказаться на микро-климате, на финансовом поздравлении предприятий. На комиссию также позвали и представителей компаний-должников. Среди них общество «Чистый город», «МКД», «МТОРК», «Соника», «ЖК Жемчужина». Почти все из них обозначили лишь причины, по которым они не платят, и попросили отсрочку. Тем, кто имел уважительные причины, комиссия пошла на уступки. Однако несознательным дельцам, перекладывающим свои обязанности на государство, поставили жесткие сроки по погашению долга. Анна Макарова, Станислав Тришинов, телекомпания Одинцова. Продолжение следует... Продолжение следует...